И наша традиционная утренняя информация о хронике коронавируса. Начнем со Слоуческой больницы. Первичное обращение с ОРЗ-2, из них один ребенок, с пневмонией ноль. Подтвержденных или случаев заболевания коронавирусом нет. Всего по Украине заболело 6125 человек. Если учитывать все три праздничных дня, то в Украине заболело 1009 человек. 367 уже выздоровели и умерли 161 человек. По количеству заболевших в Украине лидирует Черновецкая область 988 человек, Киев 892 человека, Черниговская область 13 заболевших. По миру 2 483 180 человек заболели коронавирусом, выздоровели 652 588, умерли 170 500. В Соединенных Штатах Америки с 792 938 заболело, умерло 42 518. Беларусь обогнала Украину по количеству заболевших 6284 человека и серьезно рванула с этим показателем Россия. Заболели 52 763 человека, умерло 456 человек. Праздничные пасхальные богослужения в Украине прошли практически без нарушений. В 13 658 церквях приняли участие в пасхальных мероприятиях более 130 000 человек. Зафиксировано 19 нарушений. Большинство или особо отличились в кавычках церкви и лавры Московского патриархата. Вот так в Почаевской лавре прошли пасхальные богослужения. Практически без масок и достаточно большим количеством людей, не соблюдая никаких карантинных норм. В результате местные власти в понедельник были вынуждены объявить Почаев карантинной зоной и закрыли этот город на въезд и выезд. Очень спокойно прошли пасхальные мероприятия в Славодище. Претензий со стороны полиции нет. Наш оператор побывал в Свято-Алинском храме в 5.30 утра 19 апреля и увидел вот такую картину. В 5.45 подошла женщина с корзинкой. В 5.50 еще три человека. Уставший протеерей Иоанн осветил корзины и поздравил славучан еще раз с Пасхой. Всем пожелать крепости духа, всем пожелать, прежде всего, здоровья душевного, телесного. Особенно, конечно, пожелать этого здоровья врачам нашим, потому что они сейчас стоят на передовой, тем же полицейским, потому что они все-таки пытаются максимально уберечь нас. Да вообще всем тем, кто сегодня стоит, не забыть надо пожарных наших, которые в эти дни особенно потрудились. Дай Боже им, чтобы Божья Матерь, прежде всего, им помогла, чтобы остановилась все эти вещи. Мы вчера поздно вечером волонтеры, слава Богу, ребята приезжали с национальных дружин и освящали куличи и пасхи для пожарных. Христос воскресе, праздник, родные, дорогие, крепитесь, просите у Бога милости, живите по заповедям. Ближе к шести утра к храму подошло еще четыре человека. И еще интересные новости. Беларусь не отказывается от проведения парада 9 мая. Интересно, что Россия уже отказалась. А это уникальные кадры. Марсель вернулся, лайнер из кругосветного путешествия. Он стартовал, когда еще не было пандемии в мире. И вот через сто дней он вернулся в порт приписки. Интересно, что последние дни с корабля пассажиры не сходили ни в одном порту. Сто дней путешествий вдали от коронавируса. На корабле нет ни одного заболевшего.